На базе научно-клинического центра Казанского федерального университета регулярно проводят исследования и разработки в области особенно тяжелых травм, которые на данный момент не поддаются полному лечению. Так с рабочим визитом в поликлинику прибыли врачи-реабилитологи, в том числе главный реабилитолог Минздрава России и федерального медика биологического агентства Галина Иванова. Гостям провели экскурсию по больнице и показали новейшее оборудование, которое помогает в реабилитации пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга. Также сотрудники больницы смогли наглядно продемонстрировать работу некоторых аппаратов и дать возможность коллегам задать несколько вопросов пациенту, проходящему инновационное лечение в стенах клиники. Это методика, которая последние годы набирает свою популярность среди различных групп, но такого сочетания, чтобы в одном месте проводилась и неинвазивная электростимуляция, и инвазивная электростимуляция с полным контролем и диагностических процедур, и имплантация электродов, она в России на данный момент нигде не проводится. Сразу после демонстрации работы аппарата, вырабатывающего электрические импульсы с определенной периодичностью и мощностью, гостей провели в отдельное помещение для реабилитации пациентов с травмами спинного мозга. В специально оборудованном тренажерном зале есть весь необходимый инвентарь для физической адаптации больных, в том числе новейшая аппаратура для анализа движений. Сегодня внимание к этой теме уже касается не только университета в Казани, но гораздо шире. И вот мы приехали из Федерального центра мозга и нейротехнологии Российской Федерации для того, чтобы договориться о совместном проведении подобных исследований, в которых заинтересовано правительство Российской Федерации. Также на встрече присутствовал заместитель генерального директора Федерального центра мозга и нейротехнологии по науке Владимир Баклаушев, который заявил, что подобная встреча будет интересна не только со знакомительной целью, но и поможет в реализации проекта, куратором которого он является. Так как научно-клинический центр Казанского Федерального университета обладает необходимым уровнем технического оснащения и достаточной квалификации персонала, чтобы вывести исследование спинного мозга на новый уровень. Я курирую один из наших проектов, посвященный терапии спинальной травмы. Проект у нас называется «Нейромат». Это, по сути, реализация тех разработок доклинических, которые у нас проводятся в Федеральном медико-биологическом агентстве под непосредственным курированием нашего руководителя Вероники Игоревны Скворцовой. Как вы знаете, она доктор-невролог. И в рамках этого проекта мы пытаемся разработать регенеративную и комбинированную технологию терапии спинальной травмы. После обширной экскурсии по больнице коллегами был проведен семинар. Он позволил ознакомиться с работой отделения нейрореабилитации научно-клинического центра Казанского Федерального университета и новыми эффективными методами нейромодуляции в реабилитации пациентов с травмами спинного мозга. Елизавета Газизянова, Никита Акиньшин, Универньюс.